Мы находимся в середине серии передачи о том, кто такой Бог, и мы все время задаемся вопросами, кто такой Бог. И добавляем пояснительный вопрос к первому. Например, если он вообще существует. На этой неделе мы поговорим о том, кто такой Бог, если он допускает страдания. Насчет страдания нам не нужно сильно углубляться в настоящее время. Я имею в виду вокруг нас в эти дни в нашей стране, в Бельгии, в Германии, в Лимбурге. У людей много горя и страдания. Зло подкралось к нам, и в одну секунду времени перевернуло их жизни. В последнее время я много говорил с нуждающимися людьми внутри общины и за ее пределами, которые испытывают трудности и много страдают от этого. Если это не с финансовой стороны, то тогда в отношениях или же со здоровьем, то есть кто такой Бог? И почему он позволяет таким вещам случаться? Вера в Бога всегда поднимает много вопросов. Кто такой Бог? Я верю, что верующие люди тоже голосуют. Я думаю, что они слушают Бога в этом вопросе. Но за кого же проголосовал бы Бог? Голосовал ли бы он за реформаторскую партию? Потому что в их программе сказано, что они защищают жизнь. Мне кажется, это хороший выбор. Или все же он бы проголосовал за партию Христианский Союз? Они больше сфокусированы на беженцах. Вы можете возразить мне, говоря, что они же хотят объединить всех христиан, сплотить их, невзирая на их цвет. Ну тогда он бы проголосовал за христианско-демократический призыв. Прекрасный выбор в пользу ценностей и норм. Или все же он бы проголосовал за партию Свобода? Они единственные, кто говорит, что у нас есть христианское наследие. Нужно возвысить его, защитить его от других культурных влияний, меняющих нашу родную культуру. Или же он проголосовал бы за форум демократии? Это единственная партия, заявляющая, что короны нет и не было, и нам не нужно считаться с этим. А может быть, он все же проголосовал бы за партию 50+, и окажет честь вашим родителям? Позаботьтесь о том, чтобы в финансовом плане у вас все было хорошо. Нет, он голосует за левых? Заботьтесь хорошо о рабочих и никого не эксплуатируете? Думаете о безработных? Нет, все же Народная партия за свободу и демократию. Совершенно непонятно, за кого он проголосовал бы. Но мы все по-разному голосуем. За эти партии или же за совсем другие? Даже для меня, для спортсмена. Если вы в эти дни остаетесь футбольным фанатом. Чемпионат Европы. Если вы смотрите, это одно сплошное разочарование. Я имею в виду даже тому, кто особо не интересуется спортом. Больно на это смотреть, как команда вылетает. И от чего же это зависит? Может, от того, что игроки команд из южных стран благодарят Бога за гол? А вот оно отличие. Или же они не признаются в своей вере? Или же вообще не верят? Если это так, то Бог оставил нас в этом сезоне. Но может быть, в нашей команде никто не молится? Или же они просто плохо играют? Или же тренер не знает, как вывести команду на поле? Вы видите, что можно со всех сторон рассматривать. Но в целом напрашивается один вопрос. Где же Бог во всем этом? То есть, кто ответственен за все страдания в мире? Это Бог или люди или дьявол? Кто ответственен за все страдания в мире? Бог, люди или дьявол? Прошлая неделя мы обсуждали тему «Кто такой Бог?» Если он существует. И мы говорили о прекрасном определении веры. Оно исходит из Библии, но его можно было бы прочитать в толковом словаре. Вера — это уверенность в том, чего вы не можете видеть. Другими словами, вы этого не видите, но вы верите в то, что это есть. Существует множество различных форм и видов веры. То есть, мы не можем доказать, существует Бог или нет. В конце концов, это означает то, что и атеист, и христианин оба верят. Они верят в разное, но им обоим для этого нужна вера. Может быть, вы сегодня здесь, с нами в зале, или же слушаете, где бы вы ни были, и вы списали Бога со счетов из-за тяжелых событий вашей жизни. И вы думаете, как же вот все, что происходит в мире, все то, что происходит вокруг нас, потому что если бы Бог был, Он бы никогда не допустил того, что сейчас происходит в мире. Даже это форма веры. Потому что травма и тяжелый опыт — это ваше доказательство, что Бога не существует. Но это и есть форма веры. И почему же вы вините Бога? Потому что Бог не вмешивается. Или же не вмешался. «Как вы думали, что Бог должен был бы вмешаться?» Я говорил со знакомым об этой проповеди, и он сказал мне, что находит удачным сравнение с тем, что семя всходит вместе с сорняками, и Бог позволяет сорнякам расти вместе с семенами до самого конца, и только потом вырывает их. Бог делает все в свое время. И это совсем другое время, которое мы себе представляем. Он вмешивается в самый неожиданный момент. И почему же все-таки случаются плохие события у хороших людей? Это просто несправедливо. Мы говорим, это такие хорошие люди, и они всегда поступают хорошо. Почему же именно с ними? Почему не с этими, а вот с теми? Давайте вместе посмотрим на это с разных сторон. Я думаю, что и друг, и враг Бога согласятся друг с другом, что если Бог есть, то Он Бог любви. Но это определение Бога, Бог — это любовь. Вы сможете найти только в одном месте, и это Библия. Не существует никакого другого Бога, которого определяют как полную, безграничную, безусловную любовь. От начала и до конца, не требующего ничего взамен, мы с вами говорим о Боге из Библии. И приходит Павел, не знающий, что будет написана большая часть Нового Завета. Он написал что-то о любви Бога. Потому что люди думают, что если случаются плохие события, то Бог не может быть любовью. Я сделал выдержки. Никто и ничего не может нас разделить с любовью Господа. Никто и ничто, ни в настоящем и ни в будущем. Ни смерть, ни болезнь, ни унижение, ни голод, ни ангелы, ни духи, никакие силы не могут нас разделить с любовью Господа. Он говорит, что может быть очень много горя и боли в вашей жизни. Множество неудач, но одна вещь стоит всегда. В самом центре, несмотря на все неудачи. Никто и ничто не сможет вас разлучить с любовью Господа. То есть боль и горе не исключают существование нашего милосердного и любвеобильного Господа. Но Библия вселяет в нас уверенность, что именно в этих условиях ничто не сможет разлучить нас с любовью Господа. Я недавно говорил с людьми, которых доктор отправил домой, без какой-либо надежды. Это так по-особенному прекрасно, что я встретился с такими людьми. Как они заявляют о своей любви и доверии к Богу, что я, как здоровый человек, шел к ним на разговор с тяжелым сердцем, а уходил с огромным вдохновением и надеждой. Так как такие ситуации невозможно отделить от любви Господа. Я задам вам вот такой вопрос. А мы отличаемся от Бога? Мы другие, ведь так? Если мы упрекаем Бога в том, что Он допускает существование зла в мире, то есть люди в своем глазу и соринки не видят, а упрекают других в том, в чем они виновны сами. Я хочу вас что-то спросить. Любите ли вы своих детей? Почему вы решили завести детей? Ответьте. Потому что вы любите детей, или же потому что вы очень хотели, чтобы у вас были дети? Ведь дети, которых вы так хотели, будут страдать. Иногда уже при рождении, а иногда уже и до рождения. Из-за болезни. Или же их в школе будут дразнить. Они будут переживать стихийные бедствия. Они точно будут гревать о вашей кончине. А вы, по крайней мере, надеетесь на это. Так ведь это же зависит от того, насколько вы добрым. И насколько вы их любите. А в одном я уверен. Мы отпускаем детей в этот мир. И мы знаем заранее, что не всегда им здесь будет радостно и легко. И все же мы на это идем, несмотря на страдания. А также случается, что мы посылаем своих сынов и дочерей на войну, если этого потребует долг для того, чтобы победить врага. Когда в кинотеатре вы смотрите фильм про войну, про молодых людей, которые отдали свои жизни ради нас, вас берет ужас от горя, которое испытывали их семьи, родители, дети. Но мы посылаем их на войну. И мы позволяем голоду быть в нашем мире. Сейчас, когда теоретически все можно продать и отдать нуждающимся. Но мы не делаем этого. Я не говорю, что вы должны это делать, но мы ничего с этим не делаем. Мы позволяем голоду существовать. Мы, люди, создаем инфраструктуру. Мосты, дороги, здания, туннели. Мы изобрели автомобили, самолеты, ракеты. Но весь прогресс, проверьте сами, стоил немало жизней. По крайней мере, сам процесс строительства. И это все мы знаем заранее. Но мы все же идем на это. В наши дни во всем мире есть вакцинация. Есть, конечно, и противники, и сторонники этого. Об этом мы не будем говорить здесь. Но очевидно то, что люди могут длительно болеть, а некоторые даже умирают от того, что были привиты. Эксперты же говорят о больших расходах. Но преимущества перевешивают недостатки, поэтому мы идем на это. Мы допускаем страдания. Мой вопрос в том, какие мы люди. Разительно ли мы отличаемся от Бога? Или же это просто то, что случается, о чем мы заранее знаем? И оно требует определенных жертв. Любим ли меньше наших детей, потому что испытываем трудности? Нет, наоборот, мы любим их все сильнее, когда проживаем все трудности. Любим ли мы меньше тех людей, которые страдают, из-за того, что мы строим мост или запускаем ракету в космос? Нет, мы любим их еще сильнее. Мы благодарны за то, что они сделали, за то, кто они есть. Потому что мы бы не достигли того, чего достигли, если бы не они. Мы все летаем самолетами, не зная того, сколько людей умерло. До того, как мы смогли летать. Будьте благодарны за то, что вы можете слетать в отпуск. Если бы люди не погибали, возможно, мы никогда бы не смогли летать. Вопрос в том, почему Бог все это позволил. Остается открытым. Почему же Бог позволил существовать злу? Он же Бог. Он же мог сказать, я создам один лишь добрый мир. Зачем же нужно зло? В сущности, ответ очень прост. Без свободы воли и речи не будет о любви. Ведь так? Потому что если нет свободы воли, то мы будем роботами. Нас будут контролировать. Мы будем рабами. Нами будут манипулировать. То есть, свобода воли — это отправная точка любви. Я люблю тебя. И что бы ты ни выбрал, и что бы ты ни делал, я все равно буду тебя любить. Дать свободу. Во всех религиях вам нужно что-то сделать, чтобы Бог или кто-то, или же что-то свыше принял вас. Но не в христианстве. Христианство — это не религия. Если бы мне надо было заполнить список, и там была бы строка о религии с многоточием, то я бы написал «нет». У меня нет религии. Если бы было написано «вероисповедание», я бы написал «христианин». Потому что религия — это список правил, которых нужно придерживаться, чтобы ублажить Бога. Но наш Бог дал нам полную свободу воли. Свободу выбора между добром и злом. Выбираем ли мы добро или зло, для него не имеет значения. Он молится даже за его врагов. Что же тогда говорится о его детях? Мне очень жаль, что христиане иногда подменяют веру религии с ее правилами, установленными против вашей воли. И это лишено всякой любви, потому что вас лишают свободы воли. Тогда вы можете задать вопрос про злом. Почему же Бог ничего не делает со злом? Почему Бог никак не занимается церковью, которая его никак не представляет? И полностью погрязла в религии и совсем не стремится реализовать свою цель. Совсем не показывает, что такое любовь. И этого она не делает. Свобода воли. Видите, свобода воли создает пространство для зла. Свобода воли позволяет вам использовать свою свободу во вред, а не на пользу. Свобода воли позволяет вам делать выбор, который плох для вас же самих и для других в одинаковой степени. И все это в рамках любви. Потому что если вы бы не смогли делать свой выбор, тогда вы были бы роботом, запрограммированным, у которого нет свободы выбора. Вы были бы рабом. То есть, видите сами, любовь подразумевает то, что зло должно существовать, потому что они не могут существовать друг без друга. Я лично верю в существование двух миров. Я верю в материальный мир, осязаемый мир, в котором есть люди, личности с волей, с чувствами. Со свободой выбора, такие, как мы с вами. У нас есть наше тело. Я также верю в то, что есть духовный мир, мир бестелесных душ. Но и у них есть воля, эмоции, свобода выбора, намерение. Мы можем совершать поступки, приводящие в действие, изменяющие мир. Но я верю и в то, что есть духовный мир, где души могут таким же способом делать выбор. И у них есть воля, намерение совершать поступки в этом мире, частью которого они также являются. Вы задаетесь вопросом, почему же Бог не вмешивается? Не вмешивается в то, что делают люди или личности, души из духовного мира. И здесь мы наблюдаем тот же принцип свободы воли. Бог дал нам, людям, свободу воли, и душам Бог тоже дал свободу воли. Когда создавал духовный мир вместе с их властью и силой, и авторитетами, правительствами, всё это вы тоже найдёте в Библии им всем. Он даровал свободу воли. Для того, чтобы выбирать, какие поступки совершать. И у них есть выбор творить добро или зло в этом мире. Это наша действительность. То есть существование зла в этом мире сравнивается с любовью Господа, в которой Он нам, видимым и в невидимом мире, подарил свободу воли. И что Он делает с этим? Да, в один прекрасный день Он сделает с этим что-нибудь. Как говорил Павел, в один прекрасный день и сорняки всходят вместе с колосьями. Но в один прекрасный день Он выдернет все сорняки, чтобы остались одни колосьи. Но в чём же воля Божья? Я верю, что Бог желает установить истинную любовь. Мы говорим иногда, что Иисус научил нас молиться, мы учимся молиться в принципе. К счастью, Иисус говорил своим ученикам, молитесь коротко и сильно Отцу нашему. Он учит нас короткой и сильной молитве. У меня сейчас нет времени зачитывать весь текст, но я очень хорошо помню один момент. Иисус говорит в той короткой и сильной молитве, «Отец, да будет воля Твоя на земле и на небе». Зачем же нам нужно молиться, если воля Господа и так будет на этой земле? В любом случае, из этой молитвы ясно, что Иисус даёт нам понять, что Божья воля здесь на земле во многом просто не выполняется. Поэтому мы и молимся, чтобы воля Божья случилась на этой земле, и чтобы Бог смог сделать всё задуманное, проявить свою безграничную любовь. Воля Божья совершенна, она уже совершилась на небе. Здоровье, благополучие, радость, мир, справедливость, процветание, гармония. Нет недостатка во всём этом на небе. Это и есть воля Божья. Воля Божья и в том, чтобы мы здесь, на земле, были здоровы, радостны, познали мир, справедливость, чтобы мы процветали и жили в гармонии. В этом воля Его для нас с вами. Это означает, что так оно и будет. Не всегда, ведь не все и всегда выбирают Бога. Ведь Он создал личности, как мы с вами, со свободой воли. Он создал духовный мир, души со свободой воли. И есть те, кто выбрал противодействовать воле Божьей со всеми вытекающими последствиями. Давайте же дальше покопаемся. У меня в университете была интереснейшая специальность — статистика. Я не знаю, может быть, здесь у кого-нибудь из вас тоже была такая специальность. И еще лучше. Один из предметов — теория вероятностей. Но что у меня осталось в памяти? Если есть комбинация из нескольких факторов, то шанс, что нечто произойдет. А в этой комбинации факторов — нулевой. Вот это я и запомнил из всего курса. Такой легкий предмет — статистика. Например, вы играете в настольную игру. И попробуйте-ка постоянно выбрасывать на игральном кубике шестерки. Вам не удастся это делать постоянно? Это доказано. Ну а мы пойдем дальше. Насколько велик шанс, что компания без специалиста, умеющего видеть долгосрочную перспективу, без надлежащего управления, вырастет в приносящие прибыль предприятия, которое квартал за кварталом предвосхитит ожидания аналитиков. Меньше чем ноль, я думаю. Слишком мало факторов успеха. Нет долгосрочной перспективы и нет умелого руководства. Поэтому ничего не произойдет. Эти шансы настолько малы, насколько велик такой шанс, что Вселенная, насколько мы ее знаем, солнцем, с луною и звездами, днями, месяцами и годами, временем, навигацией, сменой сезонов, днями и ночами, и всей нашей экосистемой из людей, растений, животных, всем тем, что живет в воде, видимым и невидимым, так как ученые открывают все новые и новые виды существ, что это все возникло без какого-либо видения будущего, без управления и организации. Просто так сложились обстоятельства. Я не очень хорошо разбираюсь в статистике, но я думаю, что такая вероятность стремится к нулю. Поэтому я верю в Творца, Создателя. Я верю в Бога, сотворившего небо и землю. Почему? Это просто и логично. Если вы посмотрите вокруг себя, вы увидите, насколько прекрасно общество, вы восхититесь, насколько великолепен мир вокруг, смена времен, года, земля. Как же все это возникло? И мы сейчас можем на годы вперед просчитать, что та или иная планета или же звезда пройдет где-то там или там, и все это возникло случайно. С чем бы это могло быть связано? Я уточню. Я не верю в эволюцию как часть божественного плана. Давайте посмотрим на нас самих. Если мы что-то создаем, будь то книга или фильм, мы представляем себе конечный результат. Мы представляем себе, что будет в конце, мы знаем начало конца, мы создателем, мы понимаем, что будет. Мы создаем и мы знаем, к чему мы идем. Если кто-то будет нашим начальником и будет диктовать нам, как и что делать, не зная цели. Нет, именно мы, творцы, мы представляем себе конечный результат. Кто же верит этому? Ведь весь процесс творения занимает время. Творение регулярно происходит с уважением к свободе воли, не нарушая законы любви. Оно стремится навсегда изгнать зло из творения Божьего. изгнание зла это тоже процесс, занимающий время. Давайте мы посмотрим Исайю. Тут сказано «вспомните прежде бывшее от начала века». Ибо я Бог. Есть человек, есть твари и животные, а есть Бог. Функция «нет иного Бога, подобного мне». Другими словами, я личность, не свет, сила или энергия. Я Всевышний и нет такого же, как я. Я тот, который с самого начала возвещает, с самого начала. Я возвещаю уже от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось, то есть то, что еще будет. Вознесение на небо и воскрешение из мертвых, я говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Если вы посмотрите на картину мира, на то, что Бог делает с Израилем, и какую роль Он играет и играл тогда, когда был рожден Иисус, многие события уже случились, о коих я говорил, это вы прочитаете у пророков, это все просто, коротко и ясно, Он говорит, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. У Него есть план, утвержденный план, что Он сделает с начала и до конца. Я сделаю все, что я задумал, и что мне нравится делать. В этом есть Бог. Давайте посмотрим на откровение. Иисус там очевиден с самого начала, но Он является лишь в самом конце, и Он являет Себя так. Я Альфа и Омега, говорит Господь Бог, тот, кто есть, кто был и кто придет, Вседержитель. Я Иисус Иисус это и есть начало. Иисус сотворил Бог небо, нашу вселенную и землю. Бог же в самом начале сказал, каков будет конец. Это мы только что прочитали у Исаии. Иисус был в начале. Иисус будет в конце. Все было создано в Нем. Им и вместе с Ним. Он все поддерживает Своим Словом. И в самом конце все, что произойдет в мире, будет с Иисусом. Через Иисуса. Вместе с Иисусом. Это Иисус с начала и Иисус до самого конца. Все сокрыто в Нем. И в самом начале сотворил Бог Всевышний. Это функция, должность. есть же истории о сотворении мира, что боги ссорились, и произошел взрыв, и вот так возник мир. Но в самом начале в Иисусе создал Всевышний. Может, и есть другие боги, но только Он Всевышний. Может, Он и других богов создал, мы не знаем. Вначале создал Бог неба, и это не рай, не то небо, где Он живет, а та воздушная оболочка, на которую мы смотрим и видим красивое голубое небо. И землю создал Бог Всевышний. Я это уже несколько раз повторил. Всевышний, то есть Бог, Он не единственный. Существуют и другие боги, но Он Всевышний, Он единственный, кто с самого начала видит, что будет в конце. Он держит все под контролем. Через всю Библию и через весь Ветхий Завет проходит тема других сил, других властителей. Об этом же говорит и Павел. Есть другие духи, и они все были созданы Иисусом и подчиняются Ему. Пророк Даниил, молясь, говорит Богу, «Я услышал тебя. Я был в Вавилонском плену 21 день. Моисей совершал чудеса и давал знаки. А колдун из Египта совершает точно те же чудеса и подает знаки, что и Моисей. Это не говорит о том, что другие боги не имеют власти или силы. У других богов тоже есть сила и влияние. И в Библии это ясно показано. Только змей Моисея поедает змей других богов. Существует лишь один Всевышний, управляющий всем. В псалмах сказано, Бог стал в Божьем собрании посреди Бог судит. Боги функция. Там не сказано Всевышнее люди, звери, собрание богов. И он говорит, до каких пор вы будете судить несправедливо. Бог спрашивает у других богов, откуда вы это взяли? Так поступать с людьми? Почему вы это делаете? Это вообще несправедливо. И мы знаем, что Бог уже разоружил этих богов и победил их. Все это благодаря Иисусу Христу. В Бытии сказано, земля же была безвидна и пуста, и тьма надбездная, и Дух Божий носился над водой. Тьма была надбездная. Мы видим, что в то время мир был под властью тьмы, зла. И вот пришел Бог, Он вмешивается и создает свет, и свет побеждает тьму. Бог называет свет днем, а тьму ночью. Но я хочу сказать о том, что зло властвовало над миром. Смерть властвовала над миром. Это и есть тьма. Но Бог вмешивается добром, любовью и светом. И это первый большой шаг. Ведь когда Бог создал свет, солнца то еще не было. И это точно. Ведь солнце, луна и звезды были созданы лишь на четвертый день. даже больше, если вы почитаете, как выглядел мир. Когда Бог создал свет, даже неба не было. Была лишь вода и клочок земли, и над ней носился дух. И было темно, и вот Бог создал свет. Не было ни солнца, ни луны, ни звезд, даже неба не было. Земли как таковой не было. Она появилась лишь на третий день. И вот появился свет. Видите, в Библии здесь говорится о добре и зле. Бог говорит, что с первого дня Он начал твориться. Может быть, между стихом первым и вторым прошло пару миллионов лет, мы этого не знаем, а это не имеет значения. Нам важно лишь то, что Бог это Дух, Дух, который парит наверху. И все держит под контролем. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. И увидел Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Мир тогда был еще совсем невидимым. Бог начал твориться. И в этом мире, где уже существовало добро и зло, и в этом мире Бог создал Адама и Еву. Хороших людей, со свободной волей. Сатана сказал Адаму, если ты укусишь плод дерева этого, то будешь как Бог. Ты узнаешь все о добре, и о зле, и ты будешь бессмертен, другими словами, твой свет будет вечен, если ты вкусишь плод этого дерева. Адам, сказал сатана, ты научишься тому, чего ты никогда не знал. ты знаешь, что такое добро, ты знаешь, что такое свет, но ты не знаешь, что такое тьма. Если ты съешь этот плод, то ты узнаешь, что такое тьма. Что такое свет, люди уже знали. Поэтому Иисус сказал, дьявол это вор и убийца. Он пришел грабить, воровать и разрушать. Он убийца с самого первого дня. Но я, сказал Иисус, я пришел, чтобы победить тьму. Я свет в этом мире. Иисус исцелил всех, кого погубил дьявол. Адам же впустил в себя тьму, и свет его улетучился. Поэтому пророки говорят, ваш народ, что был в кромешной тьме, погруженный во зло. У него не было света. Он увидит истинный свет. И этот истинный свет это Иисус. Если мы верим в Иисуса, то загорается наш свет. Наш дух снова светится. В нас снова есть свет Божий, любовь Божья и добро. И только лишь наш разум все еще как и разум Адама тогда нуждается в Слове Божьем. Если мы не будем думать так, как Бог сказал нам в Своем Слове, то мы сделаем неверный выбор, как когда-то Адам сделал свой. Неправильный выбор, но внутри нас горит свет. Давайте будем поступать разумно, ведь в нас горит свет, любовь, которую нужно передавать другим. давайте не будем полагаться на свои личные доводы и объяснения, как это делал Адам. Тогда мы позволим цьме существовать в нашем пространстве. Мы не хотим, чтобы тьма правила в мире нашем, но любовь. Я буду заканчивать? Да, Адам должен был пасть. У него не было выбора, иначе бы не было места для Иисуса, чтобы победить смерть. Да, это так. Делает ли это Бога плохим? Конечно же нет. Разве король плох? Разве отец плох? Тот, который посылает своих детей на войну, чтобы победить врага. Мы сыновья Господа. Мы живем после войны, выигранной Иисусом Христом, но Он, выигравший ту войну, скоро придет, чтобы занять здесь принадлежащее Ему по праву место для вечного мира. Мира и добра на этой земле. И до тех пор будет существовать и злом, добро и злом, свет и тьма, но свет восторжествует. Иисус восторжествует. Мы отпразднуем победу. Ведь Божья любовь вечна, и зло ничего не изменит. А теперь я хочу, чтобы мы молились за все это. Поэтому давайте встанем, давайте помолимся свету в этом мире. Ничто не разделит нас с любовью Христа, ни подавления, ни отсутствие свободы, ни преследования, ни голод, ни опасность, никакое зло, ибо я уверен, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ни сегодняшние, события, ничто не разлучит нас с любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мы вечно будем жить в Нем. Аминь. Воздайте Ему славу. Ему